У Витебска у дворы дома номер 55 на улице Правды знайшли труп лисы. После проведения лабораторных доследований высветлилось, что она хворала на шаленство. Специалисты не выключают, что дикий зверь мёг контакт с собаками и текушками, які теперь так само могут быть хворыми. И звертаються увагу господару, микрорайонно не откладно наведаться у зональный центр ТИД-ветеринару. Тему протягни Виктор Пралич. Мёртвую лису выявили ранецы и жихары гэтага двора у центра Витебска. Живёла ляжала неподалёк от сметсевых контейнеров. Люди одразу звернулися до специалистов. Як долго дикий зверь гулял по микрорайоне – невядома. Однако выключать контакты шалёные лисы с хатними живёлами не льга. А значит, и они теперь так само могут захвореть. Жихары хвалюються. На дворе шмат собак и кошек. Гулять шла, и собака унюхала. И мы к ней близко не подходили, потому что я вижу, что она мёртвая. Я говорю, не надо туда идти. И потом я позвала соседку Наташу, и она позвонила в ветлечебницу. Мы боялись, что дети пасть будут в руки. Думаю, надо скорее звонить, чтобы куда-то на помойку выбросить, ну и что-то да будет. Специалисты уже привели по кватерной обходу в микрорайоне. При уходе у подъезда явились вот такие объявы с номерами телефона и информацией про профилактичные меры. По кульпо до помогу никто не свертауся. Вешенство для человека является смертельным заболеванием. Инкубационный период составляет от 14 дней до 1 года. Заражение может произойти только от больного животного через укусы, отцарапывание и ослюнение кожных покровов и слизистых. Единственной мерой профилактики данного заболевания является вакцина-профилактика. Специалисты подкресливают, когда лесный жихар пришёл до человека, худшая за всё живёла хворое нашаленство. В минулом году только в Витебске и районе было зарегистровано 6 выпадков небеспешного захворования сяродживёл. Контакт с ними мере 12 человек. Усё отрымали необходную допамогу. До речи, калевы стали ахвяры и подобного. Необходно звернуться по медицинскую допамогу. У Витебску гэта травмопункты, больница худкой допамоги и детячий клиничный центр. Виктор Пралеч, Марина Романовская, Леонид Табола, Новины, Витебск.